Мы продолжаем читать последнюю часть хроник Нарнии. Король Тириан, который был сильный, очень храбрый, очень решительный, порывистый, в общем-то преданный и Нарнии своему народу и Аслану, он услышал, но ума, как мы говорили, еще маловато, он услышал известие о том, что в Нарнии появился Аслан. Они обсуждают со своим другом Алмазом эту радостную новость и к ним прискакал кентавр. Кентавр говорит, что это все не должно быть так, потому что вся его мудрость, все наблюдения за миром, за звездами, за движением бытия, говорит о том, что ничего хорошего в ближайшее время не будет, будет все только очень плохо. И вот он продолжает свою речь. Я думаю, заметил Алмаз Единорог. И пока мы прервемся, потому что сейчас прозвучит одна из известнейших и фундаментальнейших фраз этой книги. Одна из самых замечательных, непонятных, но очень ярких и значительных фраз этой книги. Они, конечно, скажем, с нашей точки зрения, православных христиан, размышления о том, что звезды говорят правду, оно невозможно никак. Это некое, скажем, даже не художественное допущение, это некая личная, скажем, личная точка зрения Льюиса. Почему-то он так думал. Нам это в данном случае не важно. Потому что дело на самом деле не в том, что говорят звезды, а в том, что древнейшая мудрость свидетельствует о том, что происходит нечто невероятное. Постепенно раскрывая, а мы только в самом начале книги, постепенно раскрывая линию, сюжетную линию, линию повествования, мы удивляемся на самом деле, как все запущено. Ведь, скажем, вот буквально вот через несколько секунд романного времени, сказочного времени, они увидят, как на их глазах убьют дриаду. Несколько дней вырубается лес с дриадами и нимфой. Вырубается говорящий лес. Лес, который не был тронут тысячами лет. От него осталось пустое место. Все звери давно уже покорились этому самозванцу, этому лжеослану, хотя никто этого лжеослана практически не видел. То есть, конечно, периодически там осел в львинной шкуре дефилирует, но там, открываясь мраком ночи, а все остальное прячась в хлеву, и тем не менее мы уже все покорились. То есть, ни у одного животного, разумного говорящего животного, или ни у одного человека не возникло никакого сомнения, ни малейшего сомнения в том, что это живое слово. Настоящее слово. Хотя он говорит с ними только по светствам обезьян. Вообще он не говорит. Осел молчит вообще, в принципе, он не умеет говорить. Вот, а говорит обезьян от имени ослам. И они принимают это, что какая-то хамовитая, дикая, мерзкая, вонючая обезьяна. Говорить, вот, именем ослам, их ничего не возмущает. Уже несколько дней. Уже страна, скажем, ну где-то, ну там, в значительном количестве не буду там измерять, у меня нет статистических данных. Вот, но там полно тархистанцев, а король ничего об этом не знает. То есть, он сидит нормально со своим там другом, с алмазом, у него не свит, ничего. Он просто отдыхает. Да, отдыхает он не так, как султан турецкий, не так, как какой-нибудь там восточно-азиатский потешах. У него такая типичная европейская забава, он охотится. Он отдыхает в лесу, значит, коронный, демократичный. Стараясь избегая всех этих шумных. Но он король. Уже несколько дней все рушится. Мир рушится. Мир нарний рушится. Он об этом не знает. У него только до него дошли слухи, что появился ослаб. Вот. И он как будто, то есть, не то чтобы, скажем, пришел только слух. Вообще-то уже все разрушается. Уже тархистанцы с оружием ходят по свободно по земле нарнийской. Уже там через какое-то время он увидит, что значительный, буквально через несколько часов сюжетного времени, он увидит, как пленены, порабощены граждане его страны, говорящие конь. Он ужасается, что случилось с страной за несколько дней, а он только получил слух об ослании. Конечно, это большой вопрос о том, что такое, как он управляет страной. Вот. Но мы-то говорим про этого кентавра, которому жить осталось тоже несколько, ну, максимум три дня. Всего-то его больше не будет. И вот он принес сюда королю древнюю мудрость. Он тоже не знает реально, что происходит со страной. Но ощущение, понимаете, предчувствие, вот это важное свидетельство принес кентавр. Предчувствие, ощущение. Какое-то существо, человек, который наблюдает явление жизни, но не так, как наблюдают всех. Не по интернет-системам, не по новостям, не по таблоидам, не по слухам, не по пересказам других людей, а он слышит движение времени и событий внутри своего сердца, внутри сердец близких, родных ему существ. Это не святой в христианском смысле этого слова. Это не мудрец, скажем, в философском смысле этого слова. Это человек, который чувствует, что происходит нечто совершенно не бывшее. Он не знает достоверно. Он просто чувствует что-то не то. Вот, понимаете, вы входите в лес, и в лесу вас поражает тишина. Тишина, все молчит. Вы не понимаете, почему все молчит? Птицы не поют. А почему птицы не поют? А почему они не поют? Вы можете мимо проходит человек, да не переживайте, все птицы улетели, потому что там Аслан, они пришли его поприветствовать. А вас переполняет тревога. Нет, что-то не то. Птицы должны радоваться. Зачем им обязательно быть вокруг Аслана? Они переносят весь сетки на ветку. Они не обязаны присутствовать там постоянно. Они просто радуются о том, что жизнь, когда Аслан в лесу к нему сбегаются и разбегаются. Аслан не ходит со свитой. Вот это понимание того, что не все так, как говорят, а движение бытия иной. Что на самом деле люди в этом состоянии ведут себя иначе. Что какая-то радость нерадостная. Восторг невосторжен. Если, как потом Алмаз Тавец скажет, ты пьешь воду, а она не удаляет жажды. Ты ешь хлеб, а у него нет вкуса. Ты играешь на свадьбе, но все плачут. Что-то не то. Вроде формы и антураж соблюдены, но что-то не то. Вот это ощущение неистинности того, чем заражены все. Вот это движение кентавр передает. Ну и дальше вот эти знаменитые слова. Я думаю, заметил Алмаз, Аслан может прийти, даже если все звезды на небе предскажут обратное. Он не раб звезд. Он их создатель. Разве не говорится в древних сказаниях, что он неручной лев. Прекрасно, Алмаз, воскликнул король. Так говорится во многих сказаниях, это те самые слова, неручной лев. Кентавр поднял руку, собираясь сказать, король что-то важное, но неожиданно из леса послышались вопли и причитания, и раздавались они все ближе. Но лес на западе был такой густой, чтоб то это не разглядеть. Горе, 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 кричал кто-то. Горе моим братьям и сестрам. Горе священным деревьям, леса пустеют, на нас идут топоры, нас рубят. Горе, горе, горе. Правосудие, Государь, я призываю вас на помощь, воскликнул Дриад. Будьте опорой своему народу. Они вырубают нас на фонарной пустоши. Сорок огромных столов моих братьев и сестер уже лежат на земле. Как леди вырубают фонарную пустошь, убивают говорящие деревья? Вскочил король. Выхватывая меч. Как они посмели? Кто посмел во имя Аслана? А-а-а-а! Взвыл Дриада, вздрогнув друг, словно от сильной боли. Ну дальше мы еще продолжим всю эту трагедию разворачивать, а пока остановимся вот на этих очень важных, роковых даже однажды, роковых словах. Аслан, не ручной лев. Эти слова будут звучать, ну, какое-то время очень часто и, по крайней мере, очень знаменательно. Ведь это действительно ключевое слово. Ключевое слово нашел алмаз, чтобы оправдать непонятное. Ключевое слово, как они ссылаются на древние книги для того, чтобы дать основную характеристику Аслану. Он не ручной лев. Что? Ну, то есть, что он действительно не... Он же не подчиняется закону. Он же никому ничего не должен. Он решает, что делать. И то, что он решил, правильно. Он решает, кого наказать. Кого миловать. Кого в какой-то там мере пресечения подвергнуть. И поскольку он истинный судья, это всегда будет правда. Это мы определяем, что правильно, а что неправильно, в соответствии с тем, что он скажет и что он сделает. То, что он скажет, а то, что он сделает, будет правильно, и мы будем стараться поступать так же. То, что он запрещает делать, то, что он не делает. То есть, он сам никем не управляет, он никому не подчиняется. Он совершенно самостоятельный, автономный. Он не... с кем не советуется. И этих слов можно было в Священном Писании, ну, хоть Ветхого, хоть Нового Завета найти очень много. Вот все это его полная самобытность и полная, скажем, независимость его решений. А именно его решения и придают категорию нравственности, правильное и неправильное, любому действию, если оно совпадает с его решением. И поэтому действительно он и не ручной лев. Чем же подвох? Бог все может. Бог все может. Бог на все имеет право. За этими словами, кроме богословского определения, кроме догматического определения, есть ведь в нашем сознании, в нашем, скажем, восприятии Бога, есть ведь и свои воли. И Бог все может. Все, что захочет, Он может. И все, что может, Он хочет. И поэтому, когда мы определяем, когда мы пытаемся понять Его поступки и размышлять над ними, ну, кто Ему управляет, у нас постепенно накапливается представление о том, что в Его действиях есть некий произвол. Именно говоря, что Он не ручной лев, мы можем сказать и том, что Он же всемогущий. И можем сказать, Он не ручной лев, и подчеркнуть этом, что Он сам себе хозяин. А можем сказать, что Он не ручной лев, и скажем, что Он делает произвольно то, что Ему хочется. И постепенно у нас накапливается с веками, отходящими от реального опыта богообщения, с уменьшением благодати в человечестве, это понимание Его всемогущества, оно постепенно склоняется в сторону Его произвола. Вот, и люди с благоговейным трепетом, говоря, Он все может, поэтому Он всем управляет. Люди склоняются к мысли, Он делает, что хочет, кто Ему что укажет. Он всегда и во всем прав. Вот, в классическом периоде у трезвого человека, у молящегося человека, у благодатного человека, у человека, который соль мира и свет земли, у него все разумно. Он понимает, что Бог не только всемогущий, но все Его действия, они обусловлены всегда какой-то целью, каким-то стремлением к благу человека. И размышления над Священным Писанием и приводят человека к тому, чтобы не увидеть его произвол, а увидеть его забот. Размышления над Священным Писанием приводило раньше к тому, что человек понимал, как трепетно уважает, пережет и борется Бог за человеческую свободу, как наполнены все Его действия божественным милосердием и любовью. И тогда же тогда, когда Он повелевает кого-то убить или кого-то уничтожить, за этим всегда есть забота о благе, о гораздо большем благе человек, чем совершаемое какое-то убийство или война. И, собственно, для того мы изучаем Священное Писание, для того, чтобы знать события, а для того, чтобы увидеть за этими событиями подлинный лик, волевой лик, действенный лик своего Бога, который всегда благ и человека любит, который всегда есть любовь и всегда требует от человека только любви, что к нему всем сердцем, всем помышлением, что к ближнему. Только невыносимое состояние человека, катастрофическое, кризисное состояние человека приводит истории, приводит волю Божию к тому, что он вынужден допустить некую боль, некое страдание, но всегда он объясняет, почему это делается. И всегда есть у него очень строгое развлечение о том, как определить его волю от тех, кто творят не его волю, отличить тех, которые говорят его слова, от тех, которые говорят не его слова. Он всегда свидетельствует на страницах Священного Писания свидетельствует о том, как сохранить истинное богообщение, как определить истинное богообщение, как устоять в истинном богообщении, богообщении, как суметь отличить истину от лжи, как уклоняться от того, кто есть отец лжи. И, собственно, в этом смысл изучения Священного Писания. В том, чтобы знать, что Гедеон победил Мадионитян. Не в том, чтобы знать, какой челюстью и сколько человек побил Самсон. А в том, чтобы знать трагедию Самсона и как через трагедию Самсона открывается воля Божья. Как через трагедию Самсона проступает кроткий лик Бога. Очень часто, скажем, именно в контексте этих слов приходится слышать о том, что, ну вот, в Ветхом Завете был злой Бог, а в Новом – добрый. Именно потому, что люди не знают ни Ветхого Завета, ни Нового Завета. Они не знают своего Бога. И когда я начинаю говорить о том, какие замечательные есть образы милосердия и любви в Ветхом Завете, что сами эти слова «возлюби ближнего своего» сказаны в Ветхом Завете, что слова о том, что возлюбить Бога всем сердцем своим в Ветхом Завете. И все основные заповеди о милосердии сказаны, скажем, в книге «Второзаконие» и много чего другого, явленных чудес и заботы Божественной Ветхом Завете. А потом говоришь о том, что насколько суровее в этом смысле выглядит Новый Завет. Только в Новом Завете сказано, что человека, пришедшего на брачный пир, если он не взял ни брачную надежду, ни брачную одежду, надо не просто убить, а лишить его вечной жизни. Только в Новом Завете сказано о том, что девы, сохранившие девство и пришедшие на брачный пир, потому что любят своего жениха, оставлены вне. Это Новый Завет, говорит, гораздо глубже, чем Ветхий, что человек, если любит отца и мать свою больше, чем Бога, не достоин Бога. Если Ветхий Завет требует только того, чтобы люди сохраняли какие-то пределы закона, то Новый Завет говорит, если не возненавидишь душу свою и не отвергнешь всего, что у тебя есть, не можешь быть учеником Христова. Если у тебя рука или око соблазняют тебя, оторви, вырви, отрежь и выбрось. Очень много чего мы не слышим в Новом Завете. Очень много чего мы не слышим в Ветхом Завете. Если, скажем, Ветхий Завет говорит, что человек, скорбящий сердцем, дай ему вино, чтобы он утешился в боли и горе своей. Новый Завет говорит, пьяница Царства Божия не наследует. И так можно было до бесконечности говорить, но у нас-то другое. Мы не знаем образа нашего Бога. Мы можем определить икону Христа среди тысяч других, но это только образ. А вот волевой портрет, действенный портрет, как ведет себя Бог в действительности, мы не знаем. Почему? Я уже говорил про это, у нас нет двух способов определения, скажем так, вот этого живого, динамичного портрета нашего Бога. Мы не читаем Священное Писание, точнее, мы его не изучаем, не исследуем. Мы не привыкли погружаться в Священное Писание, чтобы знать, как наш Бог действует и как Он не действует. И мы не живем с Богом всю нашу жизнь. Если бы мы жили с Богом, мы бы знали, как Он действует и как Он не действует. И мы сразу бы разоблачили, что наш Бог так не действует. Он не будет говорить через обезьяну, даже если мы согрешили, Он придет и накажет нас Сам. Он не будет возвещать свою волю через обезьяну. И если Он захочет возвестить, Он пошлет пророк, но прямого и честного, мужественного и плачущего вместе с наказуемым народом. Пророка, который стоит перед Ним на коленях ходатайствуя за народ ночью, а днем выходит и говорит, вы очень плохо живете, Бог вас накажет. И говорит это с трепетом и со слезами на глазах, и сам Он не безукоризм с точки зрения нравственности, говоря такие слова. И сам Он переживает и страдает вместе со своим народом. Образ пророческий совсем иной, он никогда не совпадет не только с образом хитр, обезьян, обжоры, пьяниц, лгуна, пресмыкающегося лжеца, он не совпадет с лжепророк, потому что это совершенно разные по вкусу, по цвету, по запаху люди. От них и пахнет иначе, и говорят они иначе, и глаза у них иначе. Но чтобы определить, отличить по вкусу, по цвету, по запаху, по атмосфере пророка от лжепророка, надо знать священное писание или иметь опыт богообщения, чтобы знать вот этот момент прикосновения к Богу, дающему свою силу пророку, приводит к тому, что человек, который сам прикасается к Богу, чувствует, да, этот человек знает Бог, а этот человек лжет, он не знает Бог, ничего он не знает, у него бегающий взгляд, у него трусливая походка, у него трясущиеся руки, он стыдится говорить слова своего Бога, если даже он их получает, это совсем другой человек. И вот это отсутствие опыта богообщения, вот трагедия Нарнии, и вот трагедия, что нас то больше интересует нашего мира, мы настолько разучились, что нам кажется, что в принципе Бог все может сделать, не все, не все, но сами слова, как это, не все, а вот так, не все, мы так привыкли играть словами, что забыли, что Бог не все может сделать, Бог не может сделать зла, и никогда его не сделает никому, даже то страдание, которое он причиняет, не является злом, потому что всегда приводит к благу всех, которые по его воле начинают страдать, даже если его воля касается смерти человека, или определенной части людей, есть благо, и никогда не является злом, и не будет никогда злом, и нет в этом никакой лжи или зла, или, например, мы говорим, ну, скажем, в богословских штудиях часто такое звучит, Бог мог спасти человека и иначе, ну, каким-то образом, не умирая на кресте, нет, не мог, если он спасает человека таким способом, значит, другим спасти нельзя, потому что тогда этот способ всего лишь игра, просто он захотел вот так показать что-то, или другого способа спасения человека нет, мы играем словами, думая только о всемогуществе Бога, ну, почему бы нет, почему он не мог спасти так, если мог бы спас, от слов о том, что мог бы спасти людей так, иначе, любым способом, но не обязательно через крест, через страдания, через крещение, скажем, наше, один шаг до того, что сказать, Бог и так всех спасет, он все может, и грешников всех спасет, и никакого ада не будет, потому что Бог все может, он всех спасет, то ему прикажут, если он хочет спасти человека, и вся линия истории, весь седьмой век творения превращается просто в какую-то игру, люди страдают одни, стараясь сохранить верность Богом, другие, глумясь над ним, а в сущности какая разница, это всего лишь спектакль, который закончится тогда, когда Бог пожелает, он захотел начать этот спектакль, и захочет и кончит этот спектакль, он захочет сделать и так, а захочет иначе, ну примерно в этих образах заставляют друзья, в кавычках, в конце концов говорить Иова, чтобы он договорился до этого, какая разница, быть праведным или грешным, добрым или злым, всего нет никакого толку, все игра, все равно все уравнены будут, либо в своей смерти, либо в своем спасении, либо в вечном жизни, все не так, вот это и есть тирание, постепенное приближение к той опасной грани, когда словами Бог не ручной и с нами советоваться не будет и как хочет, так и делает, нет, не так, никак хочет, так и делает, формально, богословски это звучит верно, но на самом деле это не так, когда дело относится к действиям Бога и к действиям проявляемых в человеческой истории, да, он делает как хочет, но как хочет это всегда благо, и есть вещи, которые несут зло, а раз они несут зло, значит их Бог не делает, их делает не Бог, а кто-то прикрывающийся именем Бога, но люди давно об этом забыли. Вот некое, скажем, общеизвестность, общее место не то, что аскетической письменности, а просто людей, живущих, посвятивших себя Богу. Ко мне пришла мысль, она какая? Она от врага, или от Бога? Иди сейчас, скажи то-то и то-то человеку, хорошее скажи, откуда мысль? Я как определю? Она пришла мне в голову, она чья? Ты чей наш или отцу противников наших? Откуда мысль? Кто вложил мне ее в голову? Откуда она пришла? Я должен понять, я должен определить, и я, если я подвижник, если я живущий с Богом человек, начинаю думать, откуда эта мысль? и по тем последствиям, которые, я могу, конечно, спасить у духовника, и он, как более опытный, он ответит, но сам-то духовник, самый первый духовник, который учил других, он-то как это разбирал? Они все смотрели по тем плодам, которые производила эта мысль, этот помысел производил в человеческой душе. Если душа начинала разрушаться, если душа начинала томиться, если вспыхивала тоска, томление духа, какое-то бурление, кипение, э, нет. Мысль звучит хорошо, но послал ее враг, потому что моя душа начинает страдать, моя душа начинает разрушаться. Нет, ты злой помысел пошел вон из моей головы, из моего сердца. А если эта мысль, которую принимаю, начинает меня созидать, если эта мысль начинает действительно вдохновлять на что-то, я вижу по тем проявлениям, привычным проявлениям созидательных энергий в моей душе, что все начинает как бы преображать меня, значит мысль добрая. и вот этим опытным путем подвижники из года в год, изо дня в день, они учились отличать проявления божественных от проявлений врага, который очень часто принимает облик ангела света. И вот этот опыт они вылили в книгах, и вот об этом они говорили и писали, этим они жили, и пока они жили, они могли давать советы и царям, и крестьянам, и воинам, и купцам, и говорите, вот это плохо, а вот это хорошо. Но когда столетиями нет опытных людей, тогда действительно слова неручной лев вдруг приводят к трагедии, когда мы готовы оправдать все, если это сделано, сказано именем Бога. ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ Субтитры создавал DimaTorzok